всем привет дорогие друзья вы на канале катрин это форест сумасшедший просто непредсказуемой пятая серия эту штучку я в прошлый раз подошла проверить и на меня выскочила бобенка которая нас не любит который нас хейтит все погнали дальше у нас открылся проход через мостик записули медведя мы взяли еще одна костяшка осталось кстати просили меня там передать привет если можно так что передаю привет дикому человеку с таким никнеймом так здесь я не упаду это смерть это смерть ну загрузка пошла может быть это следующая глава только привет передала и все и забрали меня на дно демона этого леса мне очень нравится то что он пугается здесь и ты вместе с ним такой чуть чего происходит но плохо что на скримеры не поворачивает тебя то есть может что-то произойти а я его даже не увижу ну так это четвертая четвертая да четвертая глава я не могу двигаться мы сидим с мишкой хорошо хорошо и что что это мы в туалете вы как и ну давай чел приходи себя все нормально все нормально эй медведя забрала меня связали на стул так садись ну блин нажимай на контру он нажимается вот оно граффити медведь меня получается засейвил вот оно то место нас спасли глаз мы можем пойти дальше да а нет мы здесь не можем никуда пойти значит идем в эту сторону я совсем забыла про ловушки шесть я дернулась дорогие оуууу мамма моя что это пальцем тычет в меня а где мы а вот мы где это какая-то злая рыба Это какая-то злая рыба. Тут мы упали. Это какая-то музыка. Магнитофон. Тут три знака восклицания. И куда идти? Давайте на правую сторону. Ладно. Очень странно, что нельзя взять с собой карту и спокойненько наслаждаться передвижением. Сохраняемся. Хорошо. Тут что? Капканов вроде нет. Капканов нет. Записка есть. Одержимость и успех. В первые дни я встречала тела недавних гостей. Но останки долго не задерживаются в этом месте. Через некоторое время они пропадают. Возможно, тьма поглощает их. Или же темная девочка забирает в какое-то укромное место. Но погибнув здесь, словно стираешься с лица света. Кстати, я узнала, что для обратного ритуала необходимо собрать все останки жертвы. Их поиск стал чем-то вроде игры для меня. Сначала мне казалось, что я безумец, ведь собираю человеческие останки. Но теперь, глядя на них в моем мешке, чувствую себя наконец-то словно коллекционером, закончившим свою самую сокровенную коллекцию. Находя останки, я все больше узнавала в этом месте. Они были проводниками по страницам этой истории. Думаю, не случайно они находились в этих местах, играющих ту или иную роль в жизни жертвы. Также мне наконец удалось найти рунный камень. Поиск бы его действительно был еще той головной болью. Еще выяснил, что огни в алтарях влияют на темную девочку, делая ее поведение более агрессивным. Но чутье подсказывает мне, что лучше затушить все алтари, дабы обезопасить себя, и чтобы ничто не мешало моему плану по воссозданию ритуала. А мне кажется, наоборот. Это какая-то защита и делает слабее эту вот демонессу нашу. Последнее время я излопчился избегать темной девочки и оставаться незамеченным. Это становится какой-то игрой, и в ней я преуспевала. Осталось немного, и я установлю проклятие этого леса. Остановлю. А может быть даже получу доступ к сокровенным знаниям или силе, которого хранили здесь люди древней цивилизации. Сама мысль об этом возбуждает меня и дает ощущение неуязвимости. Я точно не погибну в этом месте. Угу. Люди, которые принесли в жертву эту девочку, тоже так думали. И вот, что с ними случилось. Ооо. Как бы, люди пропали, лес прокляли, демон всех убивает. Класс. Там еще костер. Осторожно, не забывая про ловушки. What the fuck? А как понять, что они здесь? Капец. Жестко. Побегать мне не дают. Алло, рыбина. Тут какая-то злюка плавает, была на карте нарисована. Одна больше, другая меньше. Как будто кто-то стоит. Стоп. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Назад. Здесь я никак пройти не могу. Думаю, нет. Думаю, нет. Только не падай на меня ничего, пожалуйста. Если что, сразу даем заднюю. Какое-то место, но это, видимо, дорожка к тому месту. Да? Да? Думаю, блин, что за странное время в сохранениях. У меня на компьютере время перевелось, а на телефоне нет. не со стыковочкой получается. Так. Еще одна записуля. Писюля за писюля. Вон мы туда можем спуститься. Новый мир близок. Последние недели мы были очень напряженными. Начали подготовку к дню, когда все изменится. Работа сильно усложнилась из-за Яна и нескольких других жителей, которые проявили сомнения к нашим планам. Перешлось отправить нескольких людей для слежки за ними, дабы они держались подальше. К сожалению, из-за занятости почти не могу насчет Сару. А мне так хотелось бы проводить с ней больше времени. Понимаю, что причин для грусти нет, ведь Сара никуда не уйдет от меня. Когда ритуал будет завершен, мы будем проводить меньше времени вместе из-за миссии, которая уготована ей. Но она будет счастливее. Я справлю свои ошибки и дам моей дочери выпорхнуть из гнезда. Я не буду больше ее контролировать, а позволю быть свободной и улучшить этот мир. Да уж. Ну, это получается тропинка к этому вот месту. Значит, мы идем сюда. Идем сюда. Сколько у нас там записок. Нормально. Засару пока еще не нашли, правда. Можно что-нибудь словить. Ммм. И что? Нет, я умираю. Я мертва, да? Ё-моё, что там происходит? Нет, я не мертва пока что. О, это мне, это мне. Я должна успеть. А что случилось? Это не мне? Вода ушла. Да уж, на такую приманку нормальную рыбу не словишь, поэтому здесь рыба-злюка была. Хотя, она на меня не накинулась, когда я упала в воду. Странно. И куда нам нужно? Так, здесь мы снова плывем. Нет, там слишком много воды, поэтому давайте в эту сторону. Все-таки здесь больше нет воды, правильно? Такс, тут пусто. Я вот не понимаю, папа Сары, он все-таки говнюк? О-о-о. Что такое? Говнюк или не говнюк, непонятно. Плюс, я вот не понимаю, косточку я упустила, голова осталась. Или же нет? Кстати, я опять так странно, в то же время играю в эту игру. Вот сколько раз бы я не садила записывать в разное время, именно дни недели разные, а вот по часам одно и то же. Тут ничего нет. ловушки тут не будет. Ребят, пожалуйста. Какой-то дом. Сейчас туда пойдем. Сейчас пойдем. Так, только, пожалуйста, не скидывайте меня. Жесть, это туалет для экстремалов просто, смотрите. Ого, деревня? Я бы сюда не ходила в этот туалет, если бы сильно приспичила. Не-не-не. Ужас. Сел такой, запустил. А если там кто-то проходить будет и не знаешь, что там туалет твой? Ждете меня уже, да, паскуды? Сейчас. Входьте. Может, тучу будет. Как будто наблюдательный пункт. Это проход дальше. Ну, пока что никого нет, и там посмотрим. Это вот папа. Видимо, он все-таки говнюк, и мама тоже. Дочку к какому-то ритуалу готовили. А к какому? О, что я подобрала? Я даже не увидела, что я подобрала. Вы увидели? Здесь вот эта девчуля жила. Привет. Тук-тук, кто дома? вообще хорошее здесь есть. Блёха. Оу! Дурочка, выпусти меня отсюда. Нет, не хочу с тобой общаться. за... О, дай, дай я залезу. Куда я спрячусь? Надо спрятаться успеть? даже не знаю, может, через окно вылезти можно? чел, чел, дай спрячусь. Спрячусь я тут в шкафу, мне места не даёт. вот. Я успела? Ну да, видимо, она за мной бы погналась, а я забежала в комнату. Так, вот это вот она, скорее всего, вот, нарисовала себе улыбочку. Что, взять не можем? Это было её логово. Хорошо, значит, идём дальше. Чё, всё, всё, отстань от меня, своей музыкой, запрещённой для ютубчика. Не будет скримера? Нет. Увы и ах. Так, без ловушек. Без ловушек, пожалуйста. Они даже, если есть, то их не видно. давай поджигай. Ну! Поджигалите. Нет, здесь мы ещё не были. Вроде, ловушек здесь не должно быть на мосту. Мишаня! Мишаня! Ику, куда мне дальше? Всего по чуть-чуть осталось. Куда мне с Мишкой? Обратно? Тут перекрыто. Скорее всего, если я упаду, это будет смерть. Уплыть я никуда не смогу. Медведь мне... Так, ладно, ещё раз перезаписываем. Идём назад с медведем. Что такое? Я наступила на что-то? Может, ей мишку отнести? Блин. Давайте посмотрим, может, правда, сюда надо положить медведя. Отстань, отстань, отстань. Сюда куда-нибудь. Нет? О! На праздник жизни пошёл. Ладно, бегу. Бегу назад. Тут как бы тоже. А, сюда же можно было пойти. Или мы тут были? Блин! смерть. Всё, медведя взяла? Да. Медведя взяла. Куда нам тут? Обратно идём к домику. Это были грабли. Вот сукичи. Я просто хочу поехать домой. Отпустите меня, пожалуйста. Лески. Так, как-то нам нужно обойти вот эту вот яму. но идём мы, скорее всего, в правильное направление, потому что пошёл дождь. А, она... Нет! Что это было? Ловушка на ловушке. Чайник. Записки никакой не будет? Тю. Это, наверное, специально, чтобы меня приманить. Ладно, идём дальше. и потом время. Ещё нормально. Четвёртая глава. Так, здесь какой-то монстр. Спокойно. Я... Не страшно, не страшно. Возрождение. Сара напугана. Она не понимает, что к чему, но я не виню её. Она всегда была наивным ребёнком. К счастью для неё, я всегда знал, что нужно делать. Благодаря мне, после стройки железной дороги, мы остались в этом месте. И найдя эти старые раскопки, я слышал голос, который вёл меня, помогал мне в принятии решений. С помощью голоса я смог узнать о ритуале, который спасёт этот мир. Моя дочь Сара станет нашим маяком надежды. После её перерождения именно она и её чистота смогут переписать этот мир. Исправить все ошибки, которые тянули его в бездну. Я пророка, Сара наша надежда. Совсем скоро результат моего труда возрастёт, и плод наших общих усилий улучшит мир. Ясно, батечка, зёл. А я сначала думала, нормальный он или нет. И мама его, наверное, в этом поддерживала. В общем, все предали свою дочку. И мама, и папа. Ну то она на них и обозлилась. Волос в голове. Ну да, конечно, вот этот вот, скорее всего. Когда у вас голоса в голове, это плохо. Это нездорово. Ни к чему он хорошего бы не приведёт. Сохранено. О-о-о. Это мы обошли. Осторожненько. Там вот что-то происходит. Были мы там или нет. Что-то мне кажется, что там должны быть ловушки. Поэтому я так обошла. Ещё сохранение прошло автоматическое. А здесь тоже, наверное, может быть ловушка. Дерево дёргается. Я уже боюсь здесь ходить не из-за монстра, а из-за ловушек. Что-что-что? Упача. Упача. Бежим сюда. Замок. Опять куда-то щемет. Не успокоится всё никак. После что можно сохраниться. записок никаких нет. Что-то тут красненькое. Тут ничего нет. А, это нужная для нас фишечка, кстати. Паутинка. О! Очень смешно. Эй-эй-эй! Мышка меня раскрутила в другую сторону. Всё, больше ничего нет? Вы чё, рофлите надо мной? А? Что? Что? Да не страшно мне. Иди сюда. Ну, чуть-чуть страшновато, конечно. Ой. Что-то было. Ладно, всё. Я могу заходить, да? Ой, ну, очень опасное место. Что-то. Шуршат что-то мне на ушко. Дай пройду. Ладно, пришлось идти вниз. Дальше. Какая-то записка. Живучая игрушка. Я пытаюсь предупредить его, но он не слушает меня, даже не пытается услышать. Самоуверенность затуманила его разум. Он сам того не веду, действует по плану того, кто в тени. Если ничего не предпримут, ситуация будет необратимой, но у меня недостаточно сил. Я не могу справиться с этим сама. Эта игрушка мне уже осточертела. Его эго и излишняя самоуверенность действуют подобно скрипу стекла. Кукла Бот не даёт мне сломать эту игрушку. У него на неё момент... У него на неё особые планы перескочила. Эта игрушка считает, что справится и станет особенной. В тот же момент сама бодро шагает на виселицу. Не представляю, какая судьба её поджидает. Скорее всего, кукловоду даже придётся отпустить меня, когда игрушка впишет в себя в уготовленную для неё роль. Хоть я и хотела бы отдохнуть, но увидеть его муки мне хочется сильнее. Я не дам кукловоду доиграть затейную им игру. Он отнял у меня слишком многое. Он думает, что подчинил меня как папочка. Но мой гнев, на который он рассчитывает, по иронии позволяет мне вырваться из-за буаков. Пора и мне отнять у кукловода кое-что. Придётся сделать это тем методом, на который у меня с лучшей стороны... Не... Фу ты, блин. У моей лучшей стороны не хватает духа. Интересно, это записка от лица дочки или мамы? Что вы там делаете? Такой звук был. Совсем не страшный. Что такое? Что, 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 что? Я умираю? Ну, пожалуйста, пожалуйста, отпусти меня просто домой. И занимайся своими дальше вещами. Мы тебе плохо не делали. Мы просто ехали в больницу. Ты понимаешь? Что? У меня есть медведь. Кстати, может он меня... Ой. Красивая, красивая. Не злися. Вместе с медведем у меня у меня ещё какая-то хрень есть. Всё, ушла. Интересно, меня медведь засейвил или это так нужно было по сюжету? О, записку дала. Спасибочки. Спасибочки. Фиксируем на видеокамеру. Скорее всего... Ну, тут они все зачёркнуты. Кроме последнего. Что бы это могло значить? Поднимаемся. Фу, что ты там делаешь? Ключик! Чел, а что ты там делала? Отлично. Вот это на превью пойдёт вообще замечательно. Да? О май гад. Сразу песня в голове. You touch my tralala. My din din don. Какой он какой-то перепуганный слегка. Как бы он хочет, но боится. Ладно. Идём сохраняться. На этой замечательной ноте будем заканчивать. Чек. Так. Так, так, так. Вот сюда вот. Идёмте рядом с челом. Станем и будем заканчивать. Я же сохранилась. Можно тут и с ним постоять. Ну всё, ребятки. Будем с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось. А пока на этом всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и комментируйте. Всем до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!»